Новое мышление Мы сами — капитаны своей жизни. Каждый день мы можем наполнять все новыми деталями нашей мечты о светлом будущем. И образ, создаваемый все большим числом единомышленников, с каждым днем будет расширяться и крепнуть, пока не осядет на физический план. Однако одних мечтаний недостаточно. Чтобы мечта исполнилась, нужно делать к ней конкретные шаги, именно на физическом плане. Как действовать? Во многих посланиях владыки говорят о том, что наступила пора реальных действий. Чем же нам заняться? Куда бежать? Обратимся за советом к владыке Мории, который всегда призывает нас к действиям. Я прошу вас начать реально действовать на физическом плане. Возможно, вы не совсем понимаете, о какого рода действиях я говорю. Я не прошу вас не свергать тот строй, который существует в вашем государстве, где вы проживаете. Я не прошу вас совершать революцию или митинговать. Я прошу вас делать обычные человеческие дела, которые вы в большинстве своем и так делаете. Но я прошу вас делать эти дела осознанно, рассматривая каждое производимое вами действие сквозь призму нравственного закона, божественного закона, существующего в этой вселенной. Я прошу, чтобы вы каждодневно задумывались о последствиях ваших действий и размышляли над каждым вашим шагом. Подумайте о том, насколько вы смогли бы облегчить ваше существование в материи, если бы каждый ваш шаг был в полном соответствии с божественным законом, существующим в этой вселенной. Вы не создавали бы новую карму, и вы могли бы ускоренными темпами отрабатывать вашу прошлую карму, делая правильные выборы. Как просто. Гениально просто. Оказывается, никуда бежать не надо. Нужно просто делать правильные выборы, ежедневно контролировать свои действия, чувства и мысли. Ох, именно это как раз самое сложное. Мы ленивы и забывчивы. Сегодня мы, воодушевленные посланием Владыки, даем обещание, а завтра уже переключились на удовольствие. Однако без нас ничего не получится. Только с помощью нашего сознания могут произойти позитивные изменения не просто в нашей личной жизни, но и в судьбе нашего корабля, планета Земля. Ключ, который я вам дам сегодня, лежит на поверхности. Ваши каждодневные выборы, которые вы делаете, каждый ваш выбор и поступок в течение дня, если они имеют божественный характер, производят именно ту работу, которую вы призваны выполнять. Если же вы по-прежнему предпочитаете сосредотачиваться на иллюзии, на удовольствиях и развлечениях, на прихотях своего эго, в чем бы они ни выражались, вы встаете в оппозицию Богу и Его планам. Каждая ваша мысль имеет значение. Каждая ваше чувство имеет значение. Каждая ваше действие имеет значение. Сейчас начинается ваша работа для Бога. Ключевое слово. Каждое. Значит, все наши поступки, даже самые обыкновенные, наши реакции на разные события, любое наше слово и даже мысль все откладывается и учитывается в некой копилке. Все доброе и позитивное, объединяясь в своей копилке, работает на приближение лучших времен. Все негативное, также наполняя свою копилку, препятствует этому. Поневоле задумаешься об ответственности. Что делать, если наши внутренние перемены встречают внешнее сопротивление? Начиная более осознанно подходить к каждой своей мысли, чувству и действию, мы замечаем перемены в нашей жизни. Поначалу они могут казаться печальными и даже трагичными. Нас не понимают близкие, друзья, коллеги и начинают сопротивляться нашим изменениям. Неприятности, кажется, сыпятся на нас, как из рога изобилия. Что делать? Учиться преодолевать негативные состояния и менять отношение к ситуации подсказывает решение наш оптимистичный помощник Сен-Жермен. Вы в своем сознании способны преобразовать ситуацию. Конечно, вы не изменяете ничего вовне вас, но вы изменяете ваше отношение к ситуации. Вы просто находите в этой ситуации какой-то положительный момент. Потом еще один. Потом ненадолго отвлекаетесь на какое-то вам приятное дело. И потом, когда вы возвращаетесь к ситуации, она уже не кажется вам такой плохой и безнадежной. И изменилась уже сама ситуация, потому что вы своим правильным отношением изменили ее. Умейте на любую ситуацию посмотреть с положительной стороны. Важно выбрать правильный угол зрения на вашу ситуацию. «И в минуты, когда нам невыносимо тяжело, нужно сделать одну очень простую вещь», говорит владыка Сен-Жермен. Вы просто должны в тот момент, когда все кажется вам безнадежным и не имеющим смысла, вспомнить обо мне. «Просто представьте себе мой образ. Дайте себе возможность отвлечься от текущей ситуации. Это то, чему вы должны научиться». Можно взять в руки изображение Сен-Жермена или даже просто мысленно представить его образ и сказать «Дорогой Сен-Жермен, помоги мне, и помощь будет оказана». И нам станет легче набраться терпения и переждать этот закономерный период изменений. Просто миру нужно время, чтобы подстроиться под нас. Первые победы Оставаясь верными выбранному направлению, через некоторое время мы обнаружим, что близкие стали проявлять больше понимания. И если пока не присоединились к нам, то хотя бы перестали мешать жить по-новому. И круг друзей изменился. К нам притянулись люди, желающие, как и мы, жить более осознанно. Новый образ жизни стал приносить радость. Владыка Ланелла объясняет произошедшее и поздравляет нас с победой. Позвольте мне поздравить вас с вашей победой. Люди, достигшие в своем сознании новой ступени, благодаря приобретенным на этой ступени качествам, будут более успешными во всех своих делах и во всех своих начинаниях. Потому что, что внутри них сопротивлялось раньше их успешной работе, сейчас не существует или создает гораздо меньше препятствий в их жизни и деятельности. Ваша гордыня и все ваши недостатки не будут более оказывать никакого влияния на ваши дела и на все, что вы делаете. Потому что вы смогли превзойти это в себе. Вы почувствуете это в изменившейся атмосфере в ваших коллективах. Вы почувствуете, что есть люди и целые коллективы, с которыми вам легко и спокойно. Вы знаете, что подобное притягивается к подобному. И то, что не способно будет выдержать ваши вибрации, постепенно отойдет от вас. Жизнь налаживается. Перед нами открываются новые перспективы. Порадуемся этому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и вот 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 и